Пожалуй, единая дежурная диспетчерская служба не нуждается в особом представлении. Славянцам известно, для чего она нужна и как воспользоваться ее услугами. ЕДДС принимает сообщения о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения. В настоящее время деятельность службы становится еще более эффективной, благодаря тому, что заработал единый номер 112. Дорожно-транспортные происшествия, пожары, крупные нарушения в системах жилищно-коммунального хозяйства, наводнения, эти и другие подобные ситуации служат причиной обращения в единую дежурную диспетчерскую службу. Многие чрезвычайные ситуации требуют реагирования сразу нескольких служб. Объединяет их именно система 112. Уже обработано в Славянском районе более 2000 звонков на этот телефон. Его сбили, упал с велосипеда. Он в сознании? Ну, дышит, по крайней мере. Вам нужна скорая, полиция? Оператор, принимая сообщение, заполняет так называемую ситуационную карточку, где указывает все сведения происшествия, одновременно подключаясь к службам скорой помощи, ГИБДД пожарным. Основные моменты заключаются в следующем, что, вот, к примеру, произошло ДТП, в результате которого необходимо скоординировать большое количество служб, это и полиция, и пожарные в случае разлива топлива, это и спасатели в случае, если пострадавший зажат, ну и, конечно, сама скорая помощь. Если, к примеру, телефонный звонок поступает не на единый телефон, а в одну из служб, то тратится драгоценное время для координации усилий всех, кто будет задействован. Другое дело, единый телефон 112. В это время карточка отправляется моментально в все задействованные службы, специалисты видят адрес и место происшествия, а также краткую констатацию этого происшествия, и моментально начинают реагировать. В случае необходимости заинтересованные службы могут участвовать в разговоре с заявителем и задавать ему вопросы. В любом случае, единый телефон 112 повышает эффективность и обеспечивает работу в ускоренном режиме. В единой дежурной диспетчерской службе новый телефон уже вполне работает. Делу мешает, если кто-то занимает линию чересчур надолго. Поэтому сотрудники просят подходить к таким звонкам более серьезно. Не стоит также звонить на 112, чтобы получить какую-либо справочную информацию. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».